Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Тратить или не тратить деньги, конечно, тратить. Они для того и существуют. Но делать это разумно и обоснованно для себя и для текущей ситуации. Разумно, в моем понимании, немного откладывать депозит, если позволяет ситуация. То есть, если человек находится в модели поведения накоплений. Если модель поведения траты, то, допустим, если брать кредит, то всегда для какой-то цели приобрести товар, купить мебель, обновить дачу, поставить баню на территории дачи, купить автомобиль или в ипотеку взять квартиру. То есть, планы по тратам должны быть внутренне обоснованы и не поддаваться ажиотажу. Как-то было, например, в 2014 году, когда брали по нескольку телевизоров и через две недели не знали, куда их девать. Что касается валюты, то сейчас период очень высокой волатильности. Играть на курсе рубля в этот период – это очень высокий риск. Без сомнения, размер выигрыша в кризис очень высок. Но и цена риска возрастает еще более существенно. Например, можно сейчас купить доллары по 80, но в случае отскока цен на нефть за баррель от текущих 25-30 долларов, курс рубля может вырасти до 70 рублей за доллар. И люди, купившие по 80, зафиксируют большие убытки в рублях. Вероятность такого сценария, по моему мнению, очень высока. Совет я не дам, но расскажу просто личную историю. Я считаю себя достаточно финансово грамотным человеком и сейчас держу свои свободные деньги. Ну, они у меня есть немножко. Большую часть я держу в депозитах, естественно, в банке Хлынов и немного валюте. Я успел купить еще до кризиса по 64. И еще есть немного акций в расчете на дивидендный доход. Для меня сейчас приоритет, конечно же, депозиты. Важна такая черта, как надежность. Она для меня более приоритетна, чем аппетит к риску. И банк Хлынов гарантирует именно надежность и разумную доходность. В ситуации, когда у человека есть небольшие накопления, но нет потребностей, чтобы совершить крупные траты, нужно деньги сохранить. И что ему выбирать? Рубль, доллар, евро? В период кризиса лучше рублей и лучше депозит. Рассматривать источник получения какого-то дохода от временно свободных средств. Нужно рассматривать соотношение с риском. Чем выше доходность, чем выше риск. Сейчас лучше пересидеть неопределенность в инструментах, которые гарантируют надежную фиксированную доходность. В данной ситуации это депозиты. Опыт прошлых кризисов показал, что те люди, которые не заходили в риск, переживали кризис. В депозитах, в инструментах с гарантированной доходностью, те сохраняли свои деньги и приумножали. В условиях паники люди еще часто идут забирать деньги с депозитов. Ошибочное решение. Почему? Потому что это потеря дохода. Спасибо. У нас было в гостях начальник управления маркетинга Аук Бехлынов Эдвард Кадышев. Экономика. А в завершении о курсах валют на завтра. Доллар стоит 77 рублей 79 копеек, евро 84.15. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.